Всем доброго дня, с вами Омбра. Сегодняшнее видео косвенно связано с игрой Сюзерен, которая сейчас активно проходится на моем канале, но данное видео будет не в формате прохождения, а в таком вот уже знакомом нам формате видеодневника. Почему оно так вышло? Дело в том, что события игры Сюзерен, волей обстоятельств, вывели меня на одну тему, которая мне кажется весьма интересной, особенно в контексте сегодняшнего дня, сегодняшних событий, которые в мире происходят. Мне по этой теме есть чего сказать, мне по этой теме хочется кое-чего сказать, хочется уже давно, поэтому, собственно, я хотел бы немножко поговорить о том, на какие мысли навела меня эта игра. Сразу вам скажу, что это будут именно такие рассуждения на тему, с игрой даже они будут связаны более, так скажем, опосредованно, поэтому, если вам такой формат неинтересен и вы ждете именно прохождений игры, то я вам рекомендую полностью это видео пропустить и вернуться на канал, когда появится новая серия прохождения. Она будет уже в самом скором времени. Ну, а тем, кому охота немножко послушать мою говорящую голову, добро пожаловать! И для начала немного контекста. Итак, как вы, возможно, помните, одним из ключевых проблемных моментов игры СТРН, одной из проблем, которую нам, как педагоги, требуется решить, является надзревающий конфликт с нашим северным соседом, королевством Румба. Это королевство готовит против нашей страны, против республики Сорланд, вооруженную агрессию, всячески провоцирует нас на вооруженный конфликт, и в целом стремится как бы нас ущемить, как-то задеть, ну и в конечном счете развязать против нас войну. Королева Беатрис Ливингстон, которая является абсолютно правительной этого самого королевского Румбурга, прилагает, собственно говоря, немало усилий для того, чтобы эта война все-таки постоялась и под различными предлогами она смогла бы ущемить республику Сорланд, аннексировать часть наших территорий, вести с нас репарации за какие-то давние столетние обиды и всячески, в общем, нажиться за наш счет. Те из вас, кто следил за моим прохождением игры Сюзерен, возможно, обратили внимание, что вариант довести ситуацию с Румбургом до открытого конфликта, как-то ответить на их провокации прямой военной силой и военным ударом, я как-то даже особо не рассматривал. Это не было приоритетом моей игры, это не было приоритетом первого срока президента Антона Рейна, за которого я играю и которого я отыгрываю, да, и как бы в целом вот эта вот военная тематика как бы мной рассматривалась исключительно в контексте, а как бы этой войны избежать, что для этого можно предпринять, чтобы эта война ни в коем случае не состоялась. Это, собственно говоря, контекст, а это была присказка. А сказка заключается в чем? Недавно мне написал в личку один из моих знакомых, приятелей, который тоже посматривает мои прохождения, он тоже играл в Сюзерен, и он спросил меня, слушай, Омбра, а почему, собственно говоря, ты не хочешь воевать с Ромборгом? Я попросил уточнить, что он имеет в виду, как бы почему вообще, чем вызван такой вопрос, и он мне объяснил одну вещь, которую я не знал на самом деле об этой игре. Дело в том, что... Тут опять, извините, нужно вернуться к контексту, сделать небольшое отступление. Тут как бы важно понимать что? Что в Сюзерене есть некий, скажем так, победный сценарий. То есть, ну, та ситуация на конец игры, когда вот можно сказать, что вы игру прошли выигрышно, что вы по факту победили. Это условие очень простое. Это ваше переизбрание на второй срок. Как бы если вашего персонажа переизбирают, то это значит, что вы достаточно вещей сделали правильно и хорошо, и достаточно как бы адекватным были президентом, чтобы вас смогли переизбрать, и за вас было как бы не стыдно проголосовать. Так вот, мой приятель объяснил мне, что оказывается в Сюзерене победоносная война с Румбургом это гарантированное переизбрание. То есть, вы можете всрать вообще все остальное. То есть, вот вы можете не сделать правильно больше ничего, вы можете там, не знаю, утопить страну в экономической депрессии, вы можете поссориться с национальными меньшинствами, вы можете провалить конституционные реформы, вы можете там довести коррупцию в стране до полного ахера, вы можете буквально не преуспеть больше ни в чем. Но если вы прокачали свой оборонный комплекс, вступили в войну с Румбургом и выиграли эту войну, то переизбрание вам гарантировано. Это первый момент. Второй момент, который мне объяснил мой приятель, это то, что победа над Румбургом, открытая военная победа, прямая, дает очень интересную возможность. Она дает возможность не выбирать, по сути, между Востоком и Западом, то есть не выбирать, к какому из блоков сверхдержав присоединиться, при этом не потеть над тонкой дипломатией, которая нужна, чтобы предотвратить войну в одиночку, без присоединения к какому-то из блоков. И, собственно говоря, в случае победы в войне с Румбургом, Сорланд становится центром притяжения сил вот на этом вымышленном континенте, где происходит действие. И, по сути, ну, как объяснил неприятель, на это только намекается, это не проговаривается напрямую, но, по сути, вот те военные альянсы, которые вы собрали вокруг себя, готовясь к этой войне, это основа третьего суперблока на планете. То есть вот у нас есть местный аналог НАТО во главе с местным аналогом США, у нас есть местный аналог ОВД во главе с местным аналогом СССР, а если мы разыграем вот эту военную карту правильно, то мы станем лидером третьего молодого суперблока. По сути, Сорланд станет сверхдержавой в этом случае. Третьей сверхдержавой. Ну, или, по крайней мере, страной достаточно могущественной в военном отношении, чтобы претендовать на статус сверхдержавы в самом обозримом будущем. И вот мой приятель меня спросил, слушай, ну, это же легчайшие просто победные условия. То есть, ну, буквально там прокачай бюджет Министерства обороны, прокачай военную индустрию, там, модернизируй армию, заключи те союзы, которые ты в любом случае собрался заключать, и, собственно говоря, ты получишь вообще все. Ты получишь переизбрание, ты получишь статус сверхдержавы, тебе не нужно будет там ковыряться с какими-то сложными схемами, пытаясь понять, а вот в какой отрасли экономики что, как лучше сделать, ты просто вот за счет быстрой победоносной войны обеспечишь своему президенту Рейну, значит, гарантированную победу на выборах и гарантированное продление его срока, не говоря уже про сверхстатус страны. Как бы разве же это плохо? И тут, друзья мои, я, как говорится, имею что сказать и как историк, и как просто человек, которому довелось жить в году 2023. Давайте же об этом немножко поговорим. Я хотел бы подчеркнуть, друзья мои, что, проходя игры для этого канала, я никоим образом не собирался заниматься каким-то морализаторством или проталкиванием какой-то общественной повестки. Я не для того прохожу игры, чтобы условно сказать своим зрителям, как я считаю надо жить или каким должен быть хороший человек. Но, тем не менее, вы могли заметить, что те игры, которые мне нравятся проходить на этом канале, и которые, как я вижу, вызывают стабильный интерес моей лояльной аудитории, это игры так или иначе связанные с выборами. В том числе с выборами моральными, этическими, и выборами, как поступить в той или иной ситуации. Поэтому вопрос, что есть правильный выбор в той или иной ситуации, как поступить правильно, как поступить наилучшим образом, это, да, это то, что меня больше всего в играх интересует. Меня менее всего в играх интересует вопрос, достаточно ли быстро я жму на клавиши, чтобы победить какого-то босса. А вот какой выбор делает мой персонаж, и что он для себя считает верным, а что он для себя считает неверным, это для меня всегда принципиально важно. Сюзрен в данном случае не стал исключением. Когда я взялся записывать прохождение этой игры, я с самого начала определил, что я буду проходить ее, исходя из моих собственных представлений о том, каким должен быть адекватный и нормальный политик. Не говорю идеальный, потому что идеальных политиков не бывает, и идеальных лидеров не бывает. Но отыгрывая президента Антона Рейна, я пытаюсь отыграть свое представление о политике, каким должен, на мой взгляд, быть нормальный политический деятель. И с точки зрения исторической, и с точки зрения чисто моей человеческой, как простого цивила, скажем так. Так вот, если говорить как историк, то, на мой взгляд, победоносная война – это ловушка, которую история расставляет на городецов. Ни один властитель, ни один правитель пытался и ни один еще попытается использовать механизм победоносной войны, особенно быстрой победоносной войны, чтобы легитимизировать, так скажем, свое правление. И даже не только войны в чистом виде, как прямого военного конфликта, военного вмешательства во что-то, это вообще в целом очень популярная парадигма во многих странах была в разные исторические периоды, когда какие-то внутренние проблемы и неудобства, так скажем, оправдываются громкими внешними успехами. Один из самых ярких примеров, который мне известен – это Российская империя времен Николая I, где была куча просто хреново проблем, то есть там очень много было проблемных, так скажем, точек, это и коррупция, это раздутый бюрократический аппарат, который приводил к коррупции, это, значит, сквозняки Дмухановские в городничьих и судьях, как у Гоголя, которые берут взятки борзыми щенками, это скверные дороги, это устаревшая уже давно система крепостного права, это устаревшая финансовая система, это конфликты образованной части общества с политической полицией и государственной цензурой. В общем, целый ворох проблем, который не решался властью, не решался государством, ввиду ее громоздкости и косности, а также личных особенностей императора, который сам был по себе таким человеком достаточно косным и твердолобым, но все это оправдывалось внешними успехами. То есть да, у нас воруют чиновники, и да, у нас куча всяких нерешенных проблем и дороги убитые, но зато, как писал один из современников, нашего государя чествуют в Берлине и Вене. Да, у нас давно устаревшая система набора в армию, у нас давно уже рекруты, значит, в армию уходят, хотя пора бы уже давно армию модернизировать, но зато мы эту армию можем послать в какую-нибудь Польшу или в Венгрию и подавить какое-нибудь местное восстание, потому что мы же жандарм Европы, гарант самодержавия и прочее, и прочее, и прочее. То есть вот внешние успехи, да, правда, были внутренние неудобства. Как бы гражданам подобной страны, населению подобной страны, предлагалось как бы потерпеть и смириться с какими-то внутренними проблемами ради статуса сверхдержавы. Мне, кстати, сама в себе логика кажется довольно странной, как будто статус сверхдержавы непременно, значит, должен быть как-то связан с внутренними неудобствами или каким-то образом их компенсировать, но допустим, допустим. Почему, как историк, я считаю, что это именно ловушка? Потому что в какой-то момент какого-нибудь правителя этот механизм всегда обязательно подводил. В случае с Николаем Первым, вот таким вот моментом, когда его эта схема подвела, это была Крымская война 1853-56 годов. Когда внезапно выяснилось, что оказывается, оказывается, вот кто бы мог подумать, есть ли у вас в стране непорядок внутренний, есть ли у вас коррупция, засидевшиеся на своих местах чиновники, если у вас, значит, кумовство и фаворитизм в верхах, если у вас не устроена логистика в стране и прочее, 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 то и внешние успехи в какой-то момент вам изменят. Вы просто столкнетесь с более организованным и более подготовленным противником, в нашем случае это стали европейские державы крупные, Англия и Франция, и вы проиграете. И вы проиграете, какие бы храбрые не были у вас солдаты, какой бы у вас не был великолепный адмирал Нахимов, вас ничто не спасет. Потому что никакой гениальный флотоводческий талант никакого Нахимова и никакие храбрые солдаты не спасут вас от банального, например, воровства и банальной некомпетентности людей, например, в Министерстве иностранных дел, которые сообщают государю приятные вести и сладкоречивые, значит, неправды, вместо того, чтобы доложить ему реальную картину происходящего. Это, кстати, в Крымской войне и произошло. Там одни из главных просчетов были допущены именно Министерством иностранных дел и лично министром Несельроды. Эта история, кстати, потом повторилась. Опять-таки в России она повторилась в период Первой мировой войны. Когда, опять-таки, что нам эти крестьянские вопросы, рабочие вопросы, что нам малоземелье крестьянское, все вот эти вот серьезные проблемы, нам нужно доказать честь русского оружия, нам нужно сербов спасти, нам нужно, значит, не допустить распространения германского империализма и австро-венгерской агрессии. Ну и чем это кончилось, мы знаем. В итоге война четырехлетняя довела российское население до такой, что называется, ручки, до такой степени. Вот оно обозлилось, что в итоге революция просто сожрала и царя государя-императора, и министров его, и много кого еще сожрала, и страна погрузилась уже в хаос войны гражданской. То есть, еще раз повторюсь, как историк я признаю, конечно, что да, зачастую механизм быстрой победоносной войны работает как такой вот гарант легитимности правителя. И в этом плане снимаю шляпу перед авторами Сюзерена, которые эту деталь, так скажем, прохватили. Это действительно так. Но отыгрывая политика минимально дальновидного и минимально адекватного, как историк, я не хотел бы продвигать подобный нарратив. Потому что в долгосрочной перспективе такие вот тактики, значит, громкими успехами и великодержавием отмахиваться от внутренних проблем и сосредоточиваться на том, как бы нам еще кому-нибудь показать и доказать, какие мы крутые, а не заниматься своими внутренними делами, это ловушка. Это ловушка, которую история с такой вот лукавой улыбочкой расставляет на тех правителей, кто многовато о себе возомнил. Ну, а как человек, как простой гражданин, чтобы не донимать вас морализаторством, я скажу совсем по-простому. Игра Созеран очень показательна вот в каком плане. В Республике Сорланд наблюдается такая любопытная ситуация, что все, что может теоретически являться проблемой, ею является. То есть вот ткни в любой аспект жизни Республики Сорланд в начале игры, и там все будет плохо. Или, по крайней мере, настолько хрупко и шатко, что фактически уже плохо. Все, что может требовать улучшения, их требует. Все, что может требовать вложения, их требует. Все является проблемой, и все проблемы надо решать. Я считаю, что на самом деле в большинстве стран, особенно в современном, таком сложном, мультиструктурном, многоуровневом мире, это утверждение на самом деле верно. Почти всегда. Если мы заглянем там, не знаю, даже в голову какого-нибудь правителя гигантской державы типа Соединенных Штатов Америки, там заглянем в голову какого-нибудь Джозефа Байдена, да или не Байдена, а просто какого-нибудь американского конгрессмена, я уверен, что и у него мы найдем все те же самые мысли. Все, что может являться проблемой, ей является. Просто у американцев эти проблемы в масштабе и на порядок как бы обширнее и выше, чем у какой-нибудь страны, допустим, Третьего мира. Но в любом случае это везде так. Часть работы политика, на мой взгляд, как раз заключается в том, чтобы жонглировать вот этими бесконечными проблемами, потому что реальные проблемы в обществе, проблемы в современном обществе никогда не заканчиваются. Всегда что-то является проблемой. И в какой аспект жизни не ткни, где-нибудь какая-нибудь проблема да всплывет. Исходя из этого, какой вывод я делаю и применит на к игре, и применит на на самом деле к нашей реальной жизни. Деньги потраченные, не только деньги на самом деле, любые ресурсы, в том числе даже банально человеческие ресурсы. Так вот, ресурсы потраченные на утверждение вот этого геополитического тщеславия, назовем его так, да, ресурсы потраченные на вот эту жажду кому-то что-то доказать или где-то закрепиться, или где-то укрепить свое влияние, или еще что-то такое сделать, или просто гарантировать себе переизбрание, значит, быстрой победоносной войной. Это всегда не просто ресурсы, потраченные вовне. Это ресурсы у кого-то отнятые. Это ресурсы отнятые у детей, которые не получат передового образования. Это ресурсы отнятые у людей, которые живут в аварийном жилье или рискуют разбиться на плохих дорогах. Это ресурсы отнятые у врачей и у сферы здравоохранения, из-за чего та хереет, и люди вынуждены прозябать в плохо устроенных госпиталях. Геополитическое тщеславие дорого обходится для населения той страны, которая, значит, решит возбухнуть как-то лягушка в басне о лягушке и вале у Крылова, да, и вот она решит возбухнуть, да, доказать, какая она большая, какая она крупная. И это решение будет дорого стоить многим и многим. Ресурсы, которые могли бы быть потрачены на другие вещи, так скажем, будут, да банально даже, как вот в игре Сюзерен, да, на формирование вменяемого и эффективного антикоррупционного подразделения. Эти ресурсы будут потрачены на удовлетворение геополитического тщеславия, на вот эту вот неосезаемую идею, неосезаемую, бесплотную, безвкусную идею о том, что вот зато мы сверхдержава, зато, значит, мы диктуем свою волю кому-нибудь или диктуем волю миру, или диктуем волю половине мира, или еще что-нибудь. И что я могу на это сказать? Можно, можно гарантировать переизбрание или просто легитимизацию правителя чужими смертями, но это путь пидорасов. Можно отнять ресурсы у врачей, учителей и рабочих и утопить их в морской пучине или просто потратить на производство новых орудий убийства. Но это путь моральных уродов. А Антона Рейна, четвертого президента республики Сорланд, я не хотел бы делать ни пидорасом, ни моральным уродом. Я хотел показать его немножко другим человеком. И вот поэтому при всей легкости того сценария, который описал мой приятель, и при всем том, насколько правдоподобно и грамотно прописан этот сценарий авторами игры, это не то, на что мне бы хотелось тратить эфирное время. Я в реальной жизни не обладаю никакими властными полномочиями. Я абсолютно обычный человек. Я не могу влиять даже на то, куда идут деньги той организации, где я непосредственно работаю. Но вот в этом небольшом мире, в мире ламповой республики Сорнанд, я хочу, чтобы она была действительно ламповой. Я хочу, чтобы деньги, которые у республики есть, пусть их и немного, были бы потрачены на страховки для рабочих, на зарплаты врачам, на зарплаты учителям и на постройку нормальных монорельсов между городами, а не на статус сверхдержавы или щекотание национального числа. Вот такое небольшое видео у нас сегодня получилось. Надеюсь, этот короткий рант был вам интересен, возможно, в чем-то познавателен, а в скором времени ждите на канале новых видео и новых серий приключений Антона Рейна. До новых встреч, Аморно Вескорн Вектор СИС. Да, утро придет, победа близко.